хея у гайса мишмики мы продолжим про дитеру под названием продайс так ну что вот мы с вами и открыли развилочку нас сюда из родилки есть туда развилка давайте тогда думать сюда генератор хаосом я думаю это будет битва с боссом устройство под названием генератор хаоса излучает мощные силовые более неизвестного природы излучение генератора скрывает это измерение от внешних наблюдателей мне кажется что это будет битва с боссом потому что во первых она была закрыта и для того чтобы сюда попасть нужно рунические символы и и и и и и и и и да как это шопа здесь полностью происходит требуется не ключ карта счет что-то новое что-то новое когда активируем нужно будет побежать оттуда и быстро использовать не пойму там есть кнопка которую можно сломать но нам научили что квадратики этот логин с помощью которых можно сломать или я все таки не прав и нет все-таки был прав главное чтоб за спиной никто не заспавнился и 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 пол ну так я одолел этого где это сложно будет беру свои слова обратно наверное все таки базуку стоит использовать слишком много дробовика дают так я открыл второй проход да это босс но не босс да двойной прыжок нужен тут нужен двойной прыжок тут без него никуда если говорить по чесноку то минус заряды придется бы звуку использовать вот и все если это реальное все то это как-то просто просто убил главного от щели о нет это теперь здоровой стала арена арена так сколько там врагов еще осталось 11 а Еще 11 противников. Контр точка. Ладно, прикольная пушка. Так, осталось два противника. Вот и все. Да, тут двойной прыжок нужен. Так, подожди, если то одна секретка, тогда еще где? Две. Тогда где еще две? Что вот это, блин? Я думал, что это чтобы в натуре открыть секретку. Может мне нужно больше урона туда... О! Может мне типа больше урона нужно всадить в тухи ровно? Ну давайте у меня есть базовка в принципе. А, да. Так, как туда попасть? Или мне не туда? Наверно, базовку я бы на самом деле на другую кнопку поставил. А, подожди, одна секретка. Все, да. Как раз та, которая недосягаемая для меня. Готово. Ну, босс это был или не босс, я не знаю. Все равно перепроходить буду уже потом на легком уровне сложности. На очень легком. Сверх легком. Сделаю эту одну большую серию. Вечная память. Монать я столько пропустил, серьезно? Вечная память, поехали. На самой высокой горе, ближе к небесам, был воздвинут памятник благодателям этого измерения. Блин. Ну, как я понимаю, в натуре еще будет три измерения, три царства, три главы, наверное. Ох, светлая. Так, вкладчики. Теперь, когда наш проект наконец-то завершен, мы хотели бы сказать огромное спасибо всем вкладчикам. Без вас мы бы ничего не достигли. А, это... Этим. Соус. Ну, и... Кто задонатил в Kickstarter? А я залезть не могу, кстати. Блин, это прикольно. Слушай, сделано прикольно. Память. Всем, кто донатил в игру. Хэ. Хэ. Мне больше интересно, где 45 врагов здесь есть. Ну, место, я понимаю, это арена. И она огромная. А если смотреть то, что у нас нету с вами пуль для пулемета, это становится проблематично. Ну, так далее. Угу. Анна. Пойте. Угу. Угу. где собираемые предметы или тут только одна секретка то здесь тогда где все враги а вон еще золото вижу нет значит есть какая-то секретная комната наверно типа пасхалки да нужен давай на прыжок тут ничего нету а подожди тут вот что то есть а тема найти и даже не заметил сейчас будет жопа то какая-то а а а Продолжение следует... 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 дробовик не сделано конечно прикольно о карте визуальный стиль он как бы не отталкивает конечно вот эти мерцания там предупреждают раскопки хотя давайте думаю это чё такое это бомба мина так стоять там есть проход с другой стороны а что здесь 140 врагов и и и и и и гранатами стрелять гранат на этом еще врагов заспавнилась и уже по звуку услышал так интересно если туда вон сейчас пробегу не убьет или нет шанс упасть был 95 процентов аж сердечко ёкнуло готовимся и 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 Зачем мне эти включалки? Я должен понимать, куда мне идти. Склеймеры. Игры, где пишет количество убитых, это хорошо. Человек, только не пойму зачем там эти включатели. Игры. Если конечно все враги будут болванчиками, то я не против. А, это стекло, серьезно? Как это открыть, подожди. Не так работает, походу. Это, походу, мины и липучки. Это мины и липучки. Мне не нравится, знаете, только в играх, когда очень много оружия, и ты должен между всем этим переключаться. Это единственное, с чем меня толкают вот такие игры. Непонятно. Так, зеленый ключ. А, это, туда мне нужны ключи. Теперь я понял, как это работает. Обидно всегда тогда, когда заканчиваются на твоей любимой пушке пули. Игры. Игры. Продолжение следует... Сейв... Так, теперь идем в эту сторону. Ну что, нашел ты ключ. Вижу еще одну. Секретку. Так, ага. Мне нужно рикошетом туда попасть. Легко. Стоп, разве здесь не было драгоценностей? Или показалось? Ох, что-то музыка. Черт, давай пугающая музыка. Так. Так. Просто мне это оружие является сверхудобным. Поэтому жалко его полностью расходовать. Так. 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 А, да? Стоп. или это другой проход мне кажется если бы играл вообще на самой лёгкой сложности то у меня бы бесконечные были пули не знаю почему мне так кажется возможно это и было бы как он бегает тут есть расчленен когда то есть мои части тела отрываем у противника допустим если этому чуваку отстреливаю 2 обе руки тантером может кидать фаерболы а я считаю это комната для допросов если вы делаете именно арену манать и ведь они в натуре на меня армию выпустили мне снова нужен двойной прыжок так надо поймать кто на меня нападет так короче это у меня наш на пятерку да там походу много чубриков за этими дверьми ай ай По звуку я услышал, что что-то очень тяжёлое. Что-то, блядь, за звук такой. Да, видите, всего будет 4 ключа. Ну, как и в думе. Как и в основном во всех похожих играх, как дум. Так, а вот это уже интересно. Поле. Как отключить это поле? Думаю, просто по нему пострелять не очень так получится. У меня есть 2 ключа, чтобы открыть 2 прохода, но, блин. Смотрите, если быстро кликать лево и право, то он довольно быстро атакует. Чтобы запись не похерил, я уж и забыл про это. Не попасть. Мне нравится это оружие в натуре тем, что его перезаряжать не надо. Просто такой, да и всё. Так, подожди, а это жёлтая дверь, а ещё где-то была зелёная, где я могу использовать. Зелёный ключ. Где-то в этих проходах, не? Сколько противников? Сколько противников? А, словоса не так уж много. Просто знаете, в таких вообще игроках, ну, дума, просто бочку взрываешь и всё. И там какая-то секретка открывается. Здесь чуть иначе это работает. Здесь нужно стрелять в какие-то крестики, чтобы открыть секретку. Либо нажимать на руку, чтобы открыть секретку. Секреток здесь много. И они обязательно, если я хочу... А, вот это место, точно. И открытие их в обязательном порядке. А, так я тут был, только я сюда не нажмал. Если ещё так подумать, я могу туда вон пробежать. Но я не знаю, умру ли я или нет, пока буду бежать. Давайте я сохранюсь. Играж мне это позволяет сделать. Вот. Если сейчас погибну, то ничего страшного. Только я, наверное, броню всё потеряю. О, отлично. Секретка. Да, броню хорошо подбила. Броню хорошо. Так, только всё равно вопрос, как это открыть? Там и есть откуда-то спрыг. Так, а как наверх попасть? Бля, как же сложно. Здесь где-то получается вход. Лай, сейчас быстро я пораскочу. Пособирай хп-шку. Не по-любому, хп-шку нужно сейчас побегать, пособирать. И стартанём. Так, это как раз я сейчас сверху нахожусь. Возможно, кстати, где-то здесь. То есть самое место, в котором мне необходимо. Хотя, кажется, нет. Пусочек брони. Здесь нигде нету. Наши вуль. Здесь только двойной прыжок нужен. Туда мне никак не попасть. Потом мы здесь сразились. Всё. Хп-ш. Всё. Пособирали обратно. Ну, кстати, подожди. Пойди где-то здесь, да? Вот это место. А, то есть мне нужно к этой хилке. Ну да, получается, где-то мне нужно запрыг сделать было. Ну да. Вот это, кстати, запрыг. Ну, кстати, этот запрыг. Ну что, активируем босса и на нас сейчас натравят сразу 17 противников. Когда активирую кнопку, сразу бегу. Таня. Таня. Готово и еще сейчас 10 врагов на меня накинут. Нажимаю и сваливаю. Еще где-то один. Наверное он самый себе репый. Из всех. Это странно. Я думал, что сейчас будет еще один самый свирепый. Но нет. Ой, что ты тут тупанул? Я же мог сюда прибежать. Ой, чуть не подгорел. Я одного противника не мог найти. Вы издавайтесь. Лячил гомнюк. А ведь он от меня где-то скрылся. Ладно. Бог с ним. И скотечи где-то. Так, что по месту? Нормально. А вот этот. А нет, я думал еще один противник ко мне лезет. Да, я одного не одолел. Но хотя бы без смертей. Арены, арены, арены. Но пока что самое сложное это... Ну, сложное. Динамично это было как раз там, где память. Стрелок. Ой-ой-ой, это походу оно и есть. Хорошо храняемые военные депо. Поиск, который используется для транспортировки рун и кристаллных ям. На главной башне восстановался снайперский отряд. Вот это, походу, самая будичья жопа. Блин, а почему я не использую пушку, которая лазерами по соседям стреляет? Какая у нас семерка, да? Нет, вот одна. Так, ой, чем дальше я смотрю, тем больше у нас противников. Так, стоять. Плавности нету. Серьезно? Серьезно? Да. Продолжение следует... 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 Вовремя свалил, считай, победил. 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 А прикольно вы... Прикольно вы через объекты стреляете. Еще какая-то шишка. Скримеры. Вот это было неприятно. Вот это было неприятно. Вот это было неприятно. Вот это было неприятно. У меня пульсов осталось мало. Спасибо за пополнение. Ну, в основном, вот видите, двойной прыжок нужен, к примеру. Есть сразу ванкильная зона. А сюда могу только двойным прыжком запрыгнуть. Вон, в принципе, наши снайперки. Чёртовый снайпер, сколько там их... Ни фига еще... карты прикольно вы чуваки через стены стреляете блять ну а пока попользуемся этой пушкой хотя может быть в натуре использовать их пушку типа почему бы нет плюс кто ее запрещает из не использовать лан лучше осторожно спуститься хотя почти дошли до нее такая здесь я эй подожди фу блять вот это меня сейчас передернуло и а и Продолжение следует... 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 то есть это первый уровень это второй уровень это третий это третий д просто я не знаю зачем мне индикатор прыжка блин нужно нафармить много их теперь ясно как она работает супер дробовик чтобы дать четверной залп крупные враги до крупные враги у нас это кто кто является крупным если бы пули бесконечной были так базара а также пули тратится а так пули тратится до фигня зато и теперь в натуре могу много куда залезть с помощью ботинков принципе туда куда я до этого не мог прикольно всего лишь нужно было что сделать правильно купить еще одну пушкой думал специально золото сохраню для того чтобы разблокировать обувь она кажется вот как работает все а то есть я выше запрыгнуть не могу уже да да там невидимая стенка жаль я бы полазил сделали бы где-то не знаю там наверху либо там золото ну ладно я получил что хотел значит в конце концов глав в натуре больше нету в игре потому что мне все таки далее понять то что хочешь остальное купить покупай и все остальные стоит по двадцатки все оружие которым покупал она кажется 20 стоит сколько там еще пять предметов да они слушаем возможно то в натуре портал в другую же измерение ладно 1 2 3 5 7 9 9 12 а мы это еще не прошли а не подожди это я прошел кстати 1216 20 27 короче 27 золота я уже могу здесь получить 27 и еще у меня есть 434 у меня будет золтов в сумме спуск это босс какой-то очередной то есть если я хочу ботинки и и хуже купил 20 в итоге 37 у нас вот 34 в итоге на золото с вами есть если я сейчас перепродусти уровне из пособираюсь всего золото хотя бы то у меня будет еще рывок вот и тогда мне еще останется накопить да-да-да-да-да-да-да на пол и 100 золота мне в общем нужно 17 меня еще 14 у меня еще будет запасе 86 золота мне еще нужно будет найти на этих уровнях них но слушайте если смотреть по комплекту давайте так и считаешь и смотреть у нас продается с вами вот показывает улучшение и улучшение дм у нас с вами продается еще там три пушки той три пушки допустим вот эти и еще раз плану так и еще у нас пять пушек нам дадут как то так и что думаю тогда на этом мы с вами закончим поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем и дальше всем пока